Добрый день, Виктор Вячеславович! Добрый день, Алексей! Виктор Вячеславович, я бы очень хотел, чтобы вы поделились с нами своими впечатлениями о недавно закончившемся съезде Нуратана, потому что мне кажется, что вы прекрасно понимаете, что в реальности могло происходить за фасадом победных, так скажем, заявлений о том, какие результаты достигнуты, какие задачи поставлены, но при этом наблюдатели, которых все меньше и меньше становится, так скажем, пытаются соединить, что же все-таки реально сейчас произошло в Астане. Алексей, очень злободневный, так сказать, вопрос на сегодняшнюю тему. Я себе задаю такой вопрос. Куда же спешит господин Елбасы? Или он что-то чувствует, как он говорит, что у него железная интуиция, хотя в дальнейшем я скажу об его интуиции, которая другой совершенно оборот имеет, это из практики видно. Почему 15-й съезд партии Нуратан, как практически большинство других съездов, стал снова неочередным съездом? Ведь я смотрю, кроме первого съезда, который прошел в 99-м году, 12-го съезда, 14-го съезда, все остальные съезды практически были неочередными съездами. Это говорит о том, что нет какой-то строгой политической системы управления властью Республики Казахстан. И на султан Назарбаев, я уже отвечаю сам себе на свой вопрос, который я себе задавал, сегодня, конечно же, занимается изменением архитектуры политической власти в Казахстане. Он понимает, что сегодня эта архитектура должна быть изменена. И главный архитектор этой политической власти в Казахстане вновь выступает Елбасы, к нему султан Назарбаев. Что удивительно, все говорили о той доктрине, которая должна стать определяющим в жизни Казахстана, которая должна определить цели и задачи всего общества под руководством партии Нуратан. Партия Нуратан, руководящая, направляющая сила в Казахстане, мы это уже проходили. КПСС была руководящая, направляющая сила в Советском Союзе. К какому плачевному результату пришел Советский Союз? Почему на султан Назарбаев объявил о новой стратегии 2050, когда стратегия 2030 практически не выполнена, и это мы можем отдельно потом поговорить, связать 2030 и 2050? Я понимаю так, что султан Назарбаев очень хочет войти в историю как великий реформатор, как человек, который, как он сам выражается, создал Казахстан. До него не было такого государства Казахстан. И этот съезд партии, который прошел в Астане, он прошел, конечно, под мощным лозунгом, когда более тысячи человек скандировали и выкрикивали одно и то же имя. И когда он вошел в зал, где сидели делегаты, нужно было видеть его лицо, когда показали по телевидению, его глаза, которые разбегались и влево, и вправо, и его довольная физиономия, которая говорила, что все идет по его сценарию. Доктрина, которую султан Назарбаев разрабатывал вместе со своими сторонниками или людьми, которые исполняют волю Назарбаева, тоже позволяет ему войти в историю как президенты, которые объявляли свои доктрины. Помните, была доктрина Трумэна, который после Второй мировой войны объявил сдерживание по отношению к СССР во всем мире. Да, это была доктрина. Доктрина, которая практически объявляла войну социалистическому лагерю. И доктрина Картера, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Целый ряд таких доктрин, которые имелись основания называться философским трудом. И я очень долго искал текст доктрины партии Нур-Отан. В конце концов, я его получил, почитал, посмотрел. И вот те постулаты, те призывы, которые там звучат сегодня, ну прям напрямую пересекаются с программой Коммунистической партии Советского Союза. Мир, труд, свобода, равенство, братство, дружба, счастье всех народов. И вот эти же семь пунктов объявлены в этой доктрине, только немножко видоизмененные. Еще раз подчеркну, что этот съезд, 15-й съезд, неочередной съезд партии Нур-Отан ставил задачу принять эту доктрину. То есть доктрина, как бы над национальным уровнем принятый этот документ, конечно, с таким громким названием делает Илбасы политическим, лидером еще раз подчеркивает его значение. И в этой доктрине прямо говорится, что политическим лидером нашим является Илбасы. То есть он ее разрабатывает, и эта же доктрина хвалит его, что он является сегодня политическим лидером, политическим идеалом, так сказать, в Казахстане. И главный архитектор политической системы Казахстана на съезде мы видели в его выступлении прозвучали, опять же, призывы, призывы партии Нур-Отан всем на своих местах исполнять качественным образом свои обязанности. Это опять как призывы ЦК КПСС. И простая аналогия. Сегодня Нажултан Назарбаев объявил, на съезде об этом было сказано, что сегодня членов партии Нур-Отан насчитывается 900 тысяч человек в Казахстане. Я вспоминаю количество членов КПСС в КПСС. Казахстан, их было 850 тысяч. Видите, все на одной и той же ступеньке стоит, то есть Нур-Отан Назарбаев возрождает ту систему, которая была до развала Советского Союза. Вот это архитектура власти в Казахстане. Единая партия, которая сегодня получила гораздо больше полномочий, чем КПСС. КПСС работала почему? Почему вот та структура, та архитектура власти, почему работала? Потому что все члены партии практически были равны. И все члены общества в Советском Союзе были равны. И каждый жил по тем законам, которые существовали в Советском Союзе. Как заповеди. Не убей, не укради, не при любодействии и так далее. А сегодня последнее, что в Казахстане делать? Как же она будет работать, эта система, если колоссальное расслоение общества, заработная плата максимальная от минимальной, отличается, наверное, в сотню, а то и в тысячу раз в Казахстане. Безработица и вместе с тем победные реляции. Что мы имеем и будем иметь к концу этого года рост ВВП в пределах 6% на уровне стагнирующей Европы, на уровне снижения объема ВВП страны в БРИКС. Значит, единственная страна в мире, Казахстан, которая сегодня стабильна и динамично развивается. Это же нонсенс. Такого нет. Все прекрасно понимают и видят, что этого нет в Казахстане. Желание Нарушултана Назарбаева высветить в том свете, как нужно ему на этом этапе, поддерживается тысячей делегатов, которые аплодировали, скандировали на Нарушултан. Самая главная цель была утвердить доктрину, засвидетельствовать особое величие Елбасы, выставить партию Нуротан как партию, направляющую, определяющую, отвечающую практически снова за все. Вы посмотрите, эта партия сегодня чем должна заниматься? Экономикой должна заниматься, социальной справедливости должна заниматься, парламентаризм должна заниматься, местным самоправлением должна заниматься, промышленность должна заниматься, развитие малого и среднего бизнеса, наконец-то. Риторика изменилась, Алексей, у Назарбаева. Я немножко удивляюсь этому. То есть сказано было на съезде, что сегодня малый и средний бизнес дает объем ВВП всего 20%. Когда в разных странах, таких как в европейских странах, которые ругаются сегодня властью Казахстана, они достигают 70, 80, 90%. Когда меня Нурсултан Назарбаев переводил из Алма-Аты на восток Казахстана, продукт города Алма-Аты состоял почти 80% от среднего и малого бизнеса. То есть Нурсултан Назарбаев на съезде согласился с тем, что та программа, которая была отработана поддержкой развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, она провалена. Малого и среднего бизнеса в Казахстане как такового нет. И я скажу, кто главный архитектор провала этой политики. Это Нурсултан Назарбаев. Когда в Казахстане вводили национальную валюту, количество напечатанных денег, необходимых для экономики, было отпечатано в 4 раза меньше, чем необходимо было Казахстану. И все население практически переведено было на натуральный обмен. Люди начали искать пути обмена своей продукции на другую продукцию и выставляли свои критерии оценки, мерило, так сказать, стоимости той или иной услуги или того или иного товара. И этим самым экономика, развитие экономики Казахстана было остановлено. Это выгодно было Назарбаеву. Для чего? Прямо по Карлу Марксу капиталу, когда произвели накопление капитала с помощью Сыздыка Жуматаева, Жуматаевича Абишева, который, забирая у директоров конкурентно способную продукцию по минимальным ценам, продавал их за рубежом через свои торговые дома по рыночным ценам, а разница шла в карман Руслутана Назарбаева. И накопив эти деньги, перечисленное накопление капитала прошло, и он начал этими деньгами захватывать экономику Казахстана, скупать промышленные предприятия, земли, недра и так далее. То есть риторика на султана Назарбаева сегодня поменялась. Я вспоминаю, как несколько дней тому назад, он, говоря, выступая на казахском языке, сказал, что у народа есть основания сегодня обижаться на Акимов районного звена, городского звена, областного звена, и обижаться на меня, на президента Казахстана. То есть человек хочет войти в историю как реформатор, как демократ. И вот именно сейчас, в последнее это время, он начинает говорить об этом. И смотрите, прогуливаясь по набережной в городе Уранске, на вопрос, как вы себя чувствуете, как долго вы будете еще работать, он отвечает, что здоровье мое хорошее, я буду работать до 2016 года, до выборов, а там дальше уже как, так сказать, судьба покажет. Вот эти исторические, так сказать, как выражаются решения съезда, они как раз определяют понимание партийцев, такого клуба партийного, я бы сказал. Пусть даже 900 тысяч из 16 миллионов, это не так и много. Но у партийцев, нуратановцев, этой группы людей, объединившихся в одном клубе партийном, сложилось такое мнение, что партия Нуратан сегодня вот такая великая единственная сила. А насколько все-таки единая эта сила внутри, с вашей точки зрения? Я сам был руководителем регионального, так сказать, центра партии Нуратан, которая сегодня, кстати сказать, утратила свое название Народная партия, Демократическая партия. Это на 10 съезде, вы помните, в 2006 году объявили, что теперь РПП Нуратан, Республиканская политическая партия, она так называлась, будет называться с 2006 года, с декабря месяца, Народно-демократическая партия Нуратан. А здесь уже, как мы видим, люди, ну, сам Елбасы, конечно, решил, что партия не будет народной, партия не будет демократической, а это будет партия Нурсултана Назарбаева. И поставите эмблему, которую утвердил 15-й съезд Нуратан, он начинается с буковки Н, это первая буква подписи Нурсултана Назарбаева. Это как в той песне, помните, было, даже свод тюрьмы старинной здесь построен буквой Е. Так и в Казахстане у нас, я думаю, что и тюрьмы скоро будут строить с буквой Н, и все будет с буквой Н начинаться. То есть, это партия Нурсултана Назарбаева. Если посмотреть, как Байбек отвечает на вопрос, а почему она утратила название народная, демократическая партия, и он так уверенно говорит неправду, что нигде в мире партии не называются по принципу их деятельности или их приоритетов деятельности. Ну, лукавит Байбек, только потому, что он родственник Нурсултана Назарбаева. Поэтому и партия Нурсултана Назарбаева, руководство Нурсултана Назарбаева и длинная доля там тех, кто сегодня является, так сказать, почитателями таланта великого Нурсултана Назарбаева. Я прямо могу сказать, да, он талантливый человек. В каком плане? Он выстроил свою политическую систему, он выстроил такую власть в Казахстане, которая сегодня его оберегает со всех сторон. И в то же время, выстроив такую систему, теперь он уже начинает бояться этой системы, которую он сам выстроил, потому что нет взвесей и противовесов в этой системе. И любой сбой в одной из систем может случиться непоправимое. Это он прекрасно понимает. И почему такие перетасовки идут мощные, и дальше они будут продвигаться, я понимаю. И тот же Байбек объявил, что грядет громкая отставка многих выдающихся, так сказать, лидеров, руководителей Казахстана по отрицательным мотивам своих должностей. То есть уже сегодня они объявляют, что те, кто выполняет волю Илбасы сегодня, завтра будут освобождены по отрицательным мотивам. Виктор Вячеславович, а вот можно ли интерпретировать консолидацию, которую проводят внутри партии Султана Бишевича Назарбаев, как попытку что ли подавить, окончательно раздавить какие-то региональные противостояния ему, то есть региональных элит? Алексей, я могу только одно сказать. Вот сейчас пытается выставить, Назарбаев даже на съезде выступил и говорит, вы посмотрите, ведь демократические партии АКЖОУ, партия народная, коммунистическая партия Казахстана, они же отставили интересы простого народа и при принятии, так сказать, самых важных ответственных моментов для народа, они оставались на стороне народа. То есть Назарбаев публично заявил о том, что партия Нур-Отан никогда не стояла на стороне народа, даже в момент принятия самых ответственных решений для народа Казахстана. А он сделал ссылку на две партии, но, откровенно говоря, как он сам выражается, это я создал оппозицию в Казахстане. И коммунистическую партию Казахстана, которую возглавлял господин Абдильдин, раздробил Нур-Отан Назарбаев, который дал команду срочно призвать Косарева создать народную коммунистическую партию, сделать раскол в этой партии, создать новую партию, народную партию коммунистическую. И вот сегодня народная коммунистическая партия разрешена в Казахстане, а коммунистическая партия, которая выписывала, вырастила, выродила, но султана Назарбаева она запрещена еще до сих пор в Казахстане. То есть в данной ситуации консолидация сил внутри партии и как было громко заявлено об этом, что члены партии, сама партия Мур-Отан она должна консолидировать общество, она должна выравнивать отношения в регионах, она должна отрабатывать все вопросы связанные с дальнейшим политическим сознанием, уровнем политического сознания в регионах. И чтобы именно эта партия занималась так сказать территориальным развитием. То есть все это просматривается как раз вопрос, который вы мне задали, а не усматривается ли здесь подавление каких-то всех остальных региональных противостояний, которые могли и могут возникать в Казахстане. Да, я здесь усматриваю, что вот именно эта консолидация и роль, которую отводит Назарбаев в своей партии, уже вы видите, не народной, не демократической партии, а своей партии роль, она призвана снивелировать все эти отношения. Ну как это можно говорить, что только за один год нуратановцы подали более 130 тысяч обращений. Разве количество обращений в партийные и другие органы и в правительство членов партии Нуратан определяется действие того или иного партийного органа или той или иной партии? Виктор Вячеслав Вячеслав Вот есть еще один такой нюанс и всегда если вспоминать советский период истории на съездах партии всегда выдвигалась какая-то новая административная элита которая поднималась и так скажем ну немножко отодвигала в сторону старую элиту вот судя по разговорам которые начались еще до самого съезда такая новая группа собственно появилась и в составе Нуратана имеют ли эти разговоры под собой основания или это просто так скажем предположение не более того Алексей мы видим даже по составу бюро которое сегодня избрано на съезде да оно существенно отличает состава бюро прошлого партии но не хочу вдаваться подробностей только хочу отметить что появившиеся там люди ну во первых в группе администрации новый пришел Масимов мы знаем направление деятельности господина Масимова и как он действует как работает да появился там Куаныш Султанов который еще в советское время был заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана это очень грамотный знающий свое дело человек и то что султан Назарбаев сегодня привлек его в бюро партии Нур-Отан говорит о том что сегодня он будет уделять большое внимание идеологии этой партии исходя из этого конечно же тот же Куаныш Султанов будет на местах набирать идеологических представителей партии Нур-Отан которые будут составлять какую-то новую прослойку новую элиту этой партии всегда взять если КПСС то во главе угла стояла идеология и секретарь ЦК по идеологии это был практически царь и бог в политбюро ЦК КПСС я думаю что и появление Куаныша Султанова в бюро ЦК это вот как раз те ростки которые будут создавать новую элиту партии Нур-Отан нужно промывать мозги то что Нур-Султан Назарбаев исчерпал себя говоря я все 20 лет только на вас и работаю а когда подводить итоги они плачевны оказались 20 лет шло накопление капитала семей Нур-Султана Назарбаева мы же прекрасно видим я вспоминаю 2007 год когда в мире начался второй этап экономического кризиса чутье Нур-Султана Назарбаева подсказала ему и он очень громко заявил в Казахстане нет и не может быть никакого кризиса экономического у нас есть золотовалютный запас мы никогда не попадем в эту ситуацию я запрещаю кому-либо говорить о кризисе который имеет место в Казахстане и даже один министр поплатил своей должностью министр выступая сказал что налицо признаки кризиса в Казахстане это вызвало гнев бурю негодования страны султана Назарбаева если говорить о его предчувствии о его чутье о его понимании процессов происходящих в экономике если мы говорим что Европа сегодня с населением более 500 миллионов населения стагнирует и она загнивает и не имеет никакой перспективы для дальнейшего развития но о чем еще можно говорить только Казахстан имеет перспективу развития а вот Европа самодостаточная Европа и которая может сама себя обеспечить всем необходимым она обязательно потерпит крах эта риторика специально для казахстанцев затуманить мозги людям чтобы понимали да с высоким уровнем жизни с высоким уровнем заработной платы сегодня экономика Европы скатилась в ситуацию которая позволяет сказать что те темпы прироста этих основополагающих показателей они снизились да понятно но и каков уровень был поэтому непросто выходить из этого состояния поэтому Алексей я еще раз подчеркну что и чутье но Султан Назарбаев в этом плане оно его постоянно подводит и нельзя вот таким вот образом жить по принципу не надо думать с нами тот кто все за нас решит необходимо создавать систему противоречий которая всегда во все времена была главным двигателем прогресса в любой отрасли хозяйствования отдельного какого-то региона государства или континента мы все прекрасно понимаем а то что сделано сегодня в Казахстане кто может сказать что те промышленные предприятия взор на которые определил Насултан Назарбаев они выбраны абсолютно правильно и деньги вложенные в данное предприятие государственные деньги они будут работать с максимальной отдачей мы же видим что это не работает тот же Карагандинский авиационный завод когда Насултан Назарбаев открывал его и сказал что скоро на наших казахстанских самолетах будут летать как на такси из одного населенного пункта в другой населенный пункт сегодня объявляют что финансовые ресурсы выделены на строительство этого завода разграблены украдены и как такового завода нету а сколько таких объектов а кто понесет ответственность за все эти деяния поэтому мое твердое убеждение нужно создавать систему противоречия чтобы постоянно было движение вперед это единственный двигатель прогресса и это доказано историей развития человечества субтитры